Эти кадры были сняты в первые минуты после взрыва. Окупанты намеренно совершили обстрел в 19.30. Понимали, что вечером в центре города будет особенно людно. Ракета попала в популярное заведение общепита, где обычно собирается около сотни человек. Раздался очень мощный взрыв. Поскольку мы находились где-то в 200 метрах от эпицентра взрыва, нам пришлось упасть на асфальт и прикрыть голову руками для того, чтобы нас не травмировали осколки. Я понимал, что 100% кому-то нужна помощь. Моя машина стояла возле ЦУМа. В ней были медицинские перчатки и аптечка. Я все это взял и побежал на место взрыва. Антон Малюский, бывший полицейский, за время службы видел всякое. Но такие вещи, говорит мужчина, сложно с чем-то сравнить. Увидел, что здание кафе полностью разрушено. Из-под завалов выбирались окровавленные люди. Очень многим нужна была помощь. Где-то через час после прилета полицейским пришлось насильно выводить людей за территорию разрушенного кафе. Потому что было очень много желающих помочь. И люди начали просто мешать друг другу. А вообще наши люди молодцы. На место трагедии, вспоминает Антон, прибегали люди, которые пытались разыскать своих родных. Под завалами оказались и взрослые, и дети. У меня ребенок под завалами. Не пускают туда находить, раскрывать завалы. Там небезпечно, там... Не беспечно, пусть и меня тогда у нее маленький ходовал, и ребенок остался. Антон уже второй раз оказывается в родном городе в самом эпицентре взрыва. 8 апреля 2022 года он помогал эвакуировать пострадавших с Краматорского вокзала, куда прилетела российская ракета, которая убила в тот день 61 человека. Я как раз выводил группу людей из здания вокзала на перрон, чтобы поставить их в очередь. Только мы вышли из здания, прошли метра три, и раздался взрыв. Очень мощный. Настолько мощный, что все попадали на землю. У некоторых были признаки контузии и кровотечения износа. В какой-то момент люди начали бежать в сторону здания вокзала, чтобы забежать внутрь. Я хотел их успокоить, что, мол, мы уже услышали взрыв, что дальше ничего страшного не будет. Сказать это я никому не успел, потому что на нас начали сыпаться кассетные боеприпасы. Толпа сбила меня с ног. Это, кстати, меня и спасло. Меня завалило людьми. Те, кто лежал выше, были погибшими и ранеными. Когда все окончательно стихло, я побежал смотреть, кому нужна помощь. К сожалению, у меня не было с собой аптечки, а у людей были серьезные ранения и ампутации. Было очень много пострадавших с оторванными конечностями. Все было в крови. Много человеческих останков было разбросано. Стоял жуткий крик. Все это было ужасно. Обстрелы в Краматорске стали обыденностью, говорит Антон. Сирена воздушной тревоги звучит ежедневно и продолжается, как правило, большую часть суток. Такова специфика прифронтового города. Большинство прилетов — это ракетный комплекс С-300. Это зенитно-ракетный комплекс, который переделан для обстрела наземных целей. ПВО не всегда видит эти ракеты, а если и видит, то уже тогда, когда они прилетели. Потому что у нас в городе почти постоянно звучит воздушная тревога. На нее уже никто не обращает внимания. Несмотря на постоянную угрозу для жизни, уезжать из-за родного Краматорска мужчина не собирается. Считает, что он нужен здесь. Ведь война в Украине продолжается. А значит, обязательно кому-то еще будет необходима его помощь.